Жалобный виск раздавался по лесу. Беспомощный щенок плакал и звал на помощь. Бывший хозяин, не желающий заниматься вопросом поиска нового дома для своего нежданного пополнения, нашел самый простой и легкий способ избавиться от него, выбросил щенка подальше и забыл о нем навсегда. Тем самым обрекая щенка на долгую и мучительную смерть от голода или стать легкой добычей для какого-нибудь хищника. Глупый щенок еще не понимал этого, в голове маленького существа не укладывалось, как это хозяин мог просто выкинуть его как ненужную вещь. Ведь у него только одна жизнь, и ее не получится начать сначала, и никогда больше он не вернется в этот мир, так и не успев толком с ним познакомиться. Не понимая всей опасности, нависший над ним, щенок жалобно и пронзительно скулил, иногда срываясь на вой. Где-то там, далеко в деревне, сейчас на привязи плачет его безутешная мать, обнаружив пропажу своего детеныша. Но что человеку до этих страданий? Ведь животные, для большинства из нас, это бездумные существа, которые не способны ни мыслить, ни чувствовать. Волчица прошла уже не один километр в поисках пропитания для себя и своих подрастающих волчат. Пищи в лесу много, но чтобы ее добыть, нужно хорошенько постараться. Волки с самого детства привычны к далеким переходам. Возможно, именно это и закаляет их характер, делая привычными к любым трудностям. Волчица подняла морду, втягивая запахи и отыскивая среди них те, что могут быть ей полезны. Вдруг до чуткого слуха хищницы донесся тоненький плач, похожий на тот, что иногда издают ее собственные волчата. Однако, это точно был не волчонок. Материнское сердце не позволило волчице пройти мимо. И она, оставив поиск еды, отправилась на звуки жалобных страданий. Совсем скоро она почувствовала и запах того, кто так отчаянно кричал о своем несчастье. Это была собака. Да, пускай еще и совсем крохотная, но собака. А волки чаще всего собак считают своими врагами, иногда даже используют их в качестве пищи, но ребенок твоего врага все равно остается ребенком. Волчица буквально в считанные минуты смогла отыскать брошенного щенка в густых зарослях. Тот, увидев приближающегося хищника, обрадовался, радостно завиляв хвостом и стараясь неуклюже подпрыгивать на месте. Он даже не понимал, что найди его какой-нибудь другой волк или рысь, жизнь его, скорее всего, тут бы и остановилась. Волчица обнюхала уткнувшегося в нее щенка, словно раздумывая, что с ним делать. Она абсолютно не разделяла той радости, которую сейчас демонстрировал этот пушистый комочек. Что с ним делать? Как поступить? Кажется, эти вопросы сейчас читались в глазах хищницы. Одно мощное движение челюстями могло бы сразу и навсегда решить эту проблему. Однако перед глазами матери стояли ее собственные волчата, которые точно так же радовались ее возвращению. Но стая никогда не примет чужака, и это тоже было для нее предельно ясно. И тогда волчица приняла единственное верное решение. За окном еще только начало светлеть, когда старый егерь Степан Петрович открыл глаза. Хорошо в тайге, благодать, только здесь можно побыть наедине со своими мыслями, вспомнить прошлое и подумать о будущем. Гоняя эти тяжелые мысли, егерь вдруг услышал, как под дверью старушки кто-то топчется. Может быть, рысь пришла. Подумал он, тихо поднимаясь со своей лежанки и натягивая сапоги на босую ногу. В дверь кто-то настойчиво начал скрести. — Эй, кто там? А ну не шути! — специально громко сказал егерь, в надежде отпугнуть незваного гостя. А сам тем временем взял карабин в руки. Но после непродолжительной паузы кто-то снова начал толкать входную дверь. Взяв карабин в боевое положение, егерь передернул затвор и медленно толкнул дверь. Та со скрипом отворилась, и Степан Петрович увидел на пороге крохотного щенка. О, а как? Невольно вырвалось удивление. Старик опустил ружье и, выйдя на крыльцо, огляделся. Не мог же этот кроха, сам тут неизвестно откуда взяться. И действительно, совсем скоро Степан Петрович встретился взглядом со взрослой крупной волчицей. Она смотрела на него с другого конца пушки, словно стараясь понять, примет ли человек ее дар. Егерь заулыбался. Не забыла, помнит, значит. Перед глазами тут же всплыла картина, как когда-то, будучи на несколько лет моложе, наткнулся в тайге на беспомощного волчонка. Горько и надрывно он плакал тогда, оглашая тайгу своими страданиями. Как волчонок остался один в лесу и куда подевалась его мать, навсегда останется тайной для Игоря. Но не смог он тогда пройти мимо чужого несчастья и оставить брошенного волчонка на произвол судьбы. Именно в этой сторожке и прошли его первые дни жизни. Степан Петрович бесшумно рассмеялся, вспоминая, как крохотная волчица старалась напугать его, показывая свои зубки и делая страшные глаза. Долго лесной житель привыкал к человеку, но привыкнув не забыл. Он взглянул на щенка, копошащегося на пороге его жилища. «Ну что, дружок, привыкай, теперь это будет твоим новым домом». Щенок же, в отличие от волчицы, сразу принял человека, радостно завиляв хвостом и стараясь лизнуть ему руку. Старик рассмеялся, глядя на повадки своего нового друга. Вот уже лето клонилось к своему закату, приглашая к себе на смену красавицу осень. Степан Петрович, сидя на крыльце своего домика, наблюдал, как резвится его заметно выросший дружок. Теперь это был уже не беспомощный глупыш, которого он нашёл на своём крыльце почти три месяца назад, а крепкий подросток, начавший слушать и понимать своего хозяина. «Без собаки в тайге тяжело». Это Степан Петрович прекрасно знал по своему опыту. Совсем недавно пропал его старый пёс по кличке Верный. Всю свою жизнь провёл он рядом с человеком, но собачий век недолог. И после непродолжительной болезни, в один из дней, егерь нашёл своего верного друга мёртвым. Горько тогда переживал Степан Петрович, лишившись своего близкого друга, но жизнь уже научила его справляться с тяжёлыми потерями. И вот, теперь на смену верному пришёл новый друг и помощник. Что получится из этого щенка с умными глазками, егерь ещё толком не знал. Но то, что добро и сострадание есть и в мире животных, Степан Петрович это знал точно. Он вспоминал и благодарил свою серую волчицу, забережно принесённый и оставленный ею этот живой подарок. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok